В Егорском музее под открытым небом Суеват-Пауль, вдали от населённых пунктов и дороги, был установлен новый арт-объект «Деревянные мегафоны». Фотография, на которую случайно в интернете наткнулся Алексей Бердышев, стала отправной точкой для создания нового экспоната музея под открытым небом Суеват-Пауль. Идея понравилась руководству и началось её воплощение в жизнь. Мы начали искать варианты. Действительно, и оказывается, эта идея имеет не одно решение, а несколько. Как говорится, вопрос обсуждался, обдумывался, вылежался, запросили на него деньги, деньги выделили. И когда пришло дело к реализации, то мы соединили несколько идей существующих в одну нашу. Так появился на территории музея Суеват-Пауль новый арт-объект «Звуки природы». Это большая акустическая инсталляция, которая усиливает звуки леса. В ней ещё можно разместиться небольшой компанией для отдыха и медитации. Звук концентрируется в самом центре, создавая неповторимую акустику, усиливая чарующие звуки дикого леса, шума деревьев, плеск реки, пение птиц. Уйти от городского шума и услышать говорящий лес. А лес очень много говорит, особенно если в утренние часы или, может быть, вечерние. Тут будет очень интересно. Слышишь что-нибудь? Слышу. Как трава шумит, как лес качается. Да вот ещё комары проклятущие. Установка представляет собой два больших рупора диаметром около двух метров, соединённых между собой камерой и лавкой. Каркасы изготовлены в виде девятиугольника, обшивка корпуса выполнена из троганой доски. Это экологичные материалы, позволившие объекту гармонично вписаться в окружение. Новый музейный объект – очередное детище уже известного мастера Александра Козлова. Камар, стерх и лягушка, установленные в прошлом году в Суевате, которые отлично вписались в интерьер музея, тоже дело рук Александра. На данный арт-объект ушло порядка трёх кубометров древесины. То есть это брёвна доска. Основной материал для обшивки использовалась лиственница. Каркас и лавочка, то есть это была сосна непосредственно. Всё покрыто слоем пенотекса. Внутри уложили слой пароизоляции, чтобы как раз не было движения ветра между досок. Соответственно, это всё решило. На изготовление и установку новой инсталляции звуки природы ушло около двух месяцев. Весом она получилась около 500 килограмм. Общий размер инсталляции составляет около 5,5 на 3,5 метра. Чтобы услышать звуки природы, нужно расположиться на скамейке, а голову поместить между двумя мегафонами. А самое главное в этом процессе – соблюдать тишину. Я хочу пригласить дорогих югорчан ознакомиться с нашей новой инсталляцией и самое главное – сказать нам своё мнение. Чтобы на сайте или в каком-то любом другом формате, который у вас доступен, в «Контакте», в «Одноклассниках» наша группа есть. Поэтому мы ждём ваших откликов.